Ак-Тубе энергия. Ак-Тубе патриотизм. Ак-Тубе порядок. Нам есть чем гордиться. Твоя энергия. Ак-Тубе. Лето проходит в энергии. В энергии. Ну, Танюша, она скромная, но хотя скоро, наверное, настанет отпуск. Или не собираешься эти вот... Я уже была в отпуске. Уже была в отпуске. Она, значит, отдохнула, завидую. Ну, я надеюсь, что у меня скоро тоже будет отпуск. Хотя надеюсь об этом. Дорогие друзья, в нашей программе вы сможете тоже проверить свои знания, потому что темы каждую неделю меняются, и каждую неделю меняются участники. Кто будет сегодня играть в нашей программе, мы узнаем совсем скоро. В программе «Энергия и удачи» на Рика ТВ. Будьте с нами в этот воскресный летний вечер. Ак-Тубе энергия. Ак-Тубе патриотизм. Ак-Тубе порядок. Нам есть чем гордиться. Твоя энергия. Энергия и удачи на Рика ТВ. Танюш, я думаю, что сейчас настало время познакомить с наших телезрителей, с участниками сегодняшней программы. 30 июля, дорогие друзья, завтра уже 31 июля. И вот июль закончится 2017 года. Мы приветствуем наших сегодняшних классных ребят. Давайте с вами знакомиться, рассказывать о себе. Понятно, что сейчас вы на каникулах. Может быть, кто-то из вас уже готовится к поступлению в высшее учебное заведение. Говорите. А, да, вот так. Хорошо. Да. Меня зовут Канат. Я сейчас учусь на Афколе, Джаз, МК. Перехожу на четвертый курс. А на кого учитесь, Канат? На архитектора. Архитектор. То есть вы хорошо рисуете. Чем занимаетесь летом? Ну, отдыхаю, потом тренируюсь, танцую еще. Танцуете? А что танцуете? Ну, современно. Со временно. А может, нам что-нибудь покажете? Нет? Нет. Не желаете? Почему? Почему? У нас покрытие напольное не такое или что? Да, не желаете. Мы исполним любой ваш райдер, честное слово. Нет? Хорошо. Ну, теперь мы знаем о Канате больше, чем знали до эфира. И знакомимся с нашей второй участницей. Здравствуйте. Меня зовут Сабина. Я закончила одиннадцатый класс. Сейчас являюсь абитуриентом в Санкт-Петербургский университет. Здорово. На кого будете учиться? Энергетик. Энергетик. Сабина, до эфира мы с вами случайно встретились на улице телеканала, и вы сказали, что были в Америке. Как долго вы там были, что вы там делали? Я находилась там по программе обмена старшеклассниками 9 месяцев. И это был замечательный опыт, замечательный год, который помог мне вырасти в физическом, а также в моральном плане. То есть вы в совершенстве владеете английским языком? Не сказала бы, но да. А что вам больше всего понравилось там? Еда, менталитет, еще какие-то факторы жизненные? Я не могу сказать, что жизнь в Америке является как-либо лучше или хуже, но она просто другая, и этим она меня привлекла. Она вам понравилась эта жизнь? Здорово. Аплодисменты нашей второй участнице. Ее зовут Сабина, и наша третья участница, очаровательная девушка. Давайте знакомиться. Лупнулась, молодец. Давай. Здравствуйте, меня зовут Дарья, мне 17 лет. Я также закончила 17-ю школу, также являюсь абитуриенткой в Санкт-Петербургский государственный университет. В свободное время я пою, играю на гитаре. Дарья, я тоже с вами до эфира познакомился. И что-нибудь исполните нам, ну что-нибудь. Вы точно этого хотите? Мы точно этого хотим, точно. Давайте. Давайте поаплодируем, Дарья. Все вместе, да. Все вместе поаплодируем, поаплодируем, поаплодируем. Давайте. Браво! Молодец! Слушайте, сегодня у нас одни творческие люди собрались в программе. Говорят, Танюш, ну посмотри, какая красота. И пели, и танцевали. Ну, танцевали, конечно, у нас. Ханат не захотел танцевать, наверное. Он потом скажет, что если выиграют 10 тысяч деньги, то и буду играть. Ну что ж, теперь ближе к делу, друзья. Есть 6 тем в нашей программе. В каждой теме по 6 вопросов, кроме музыкальной темы. Сегодня мы узнаем, какие темы ждут нас в эфире. Внимание на экран. А, так, сегодня у нас тема география, космос, анатомия, кино, музыка вокруг нас и тема биологии. Если вы правильно отвечаете, вы получаете денежный приз. Тот участник, кто большую часть ответит в первом туре правильно, на большую часть вопросов, тот, возможно, с нами сыграет в суперигру. Главный приз – это 10 тысяч деньги, которые вы сможете получить от торгового дома «Энергия». Но имейте в виду, ответ принимается в том случае, если вы нажимаете на кнопку. Если кто-то из вас не может ответить на вопрос, который вы выбрали по теме, соответственно, переход хода к следующему участнику. Если из трех участников никто не может ответить на вопрос, ответ озвучиваем мы, ведущие «Энергии. Удачи». Готовы? Ну что ж, Канат, вы у нас сегодня первые. Мужчина, могли бы уступить кому-нибудь из ДАМ, например, Сабине, либо Дарье. Ну вы первые. Да ладно, что вы на меня так смотрите? Выбирайте тему. Канат у нас начинает проект «Энергия. Удачи» 30 июля на календаре «Энергия». Давайте анатомию. Давайте анатомию. Как, кстати, в школе с анатомией у вас было? Нормально. Нормально. Итак, чего в организме у новорожденного почти 270 штук, а у взрослого примерно 207? Костей. Правильно, Дарья. Совершенно верно. Костей. Ваш ход, Дарья. Давайте кино. Давайте кино. Ваш любимый фильм, Дарья? Нету. Нету. Хорошо. Какое количество кадров проходит за одну секунду? 24. Молодец. Да. 24 кадра у нас Канат ответил. Верно. Сабинка, догоняй. Давай. Космос. Космос. Итак, полный оборот вокруг своей земли, оси, вернее, земля совершает за... 24 часа. 24 часа. Да, верно, Канат. Ваш ход? Биология. Биология. Татьяна задает вопрос. Самые крупные ящерицы. Самый... Варан. Варан. Совершенно верно, Канат. Да. Ох, так вздыхать тяжело. Да-да-да, Канат. Это вам не танцевать. Хотя танец, это тоже сложно. География. Дело. География. Государство, занимающее целый континент. Ваш ход? Российская Федерация. Нет. Целый континент. Австралия. Австралия. Да. Правильный ответ. Австралия. Канат. Музыка. А, музыка. Здесь вам нужно угадать композицию, либо исполнителя. И то, и то считается правильным ответом. Музыка звучит в нашей студии. Если честно, я сам не любитель таких исполнителей. Да простят меня поклонники этого исполнителя. Есть варианты, друзья? Это буррито. И мы переходим, да, к Сабине. Сабина выбирает тему, которая ей наиболее близка. Космос. Космос. Вопрос. Звезда, вокруг которой вращается Земля, называется? Солнце. Да, Дарья, солнце. Увереннее. Молодец. Выбирай. Давайте анатомия. А давайте. Что в организме человека может достигать 7-8 метров? Кишечник. Ну, а более подробнее? Кишечник. Совершенно верно. Тонкая кишка. Засчитываем, да. Дарья? Кино. Кино. Итак, какой породы была собака в фильме «Я легенда»? Овчарка. Совершенно верно. Овчарка. О, канат. Не надо так вздыхать. Снова музыку. Музыку продолжим. Давайте послушаем музыку. Далее в программе «Энергия удачи». Я дам подсказку. Ну, может, она вам ничего не даст? Мой однокурсник снимал клип этому исполнителю. Даже не один, а три. Однокурсник в прошлом, когда я учился в институте. Да. Думаю, я его не знаю. Да. Так. Блин, знакомый голос? Знакомый голос, да, да, да. Знакомый. Друзья, давайте подумаем, подумаем хорошо. Кто же это? Кто же это? Кто же это такой? Это он. Это он, естественно, да. Он один исполнитель. Сольник. Эстрадный певец. Ни Егор Крид. Ни Егор Крид, нет. Вы нажимаете на кнопку. Макс Барских. Да, молодец. Это Макс Барских. Дарья ответила верно. И Дарья, соответственно, выбирает у нас тему. Пожалуйста, Дарья. Космос. И вопрос, связанный с темой космос, Танюша задает. Сколько планет в нашей Солнечной системе? Восемь. Опа. Сколько? Восемь. Молодец, Дарья. Действительно, восемь планет в нашей Солнечной системе. И, Дарья, давайте выбирать. Биология. Биология. Вопрос по биологии. Какой цветок улюбуется в собой всю жизнь? Нарцисс. Ну, молодец, нарцисс. Да, в Питере их много. Выбирай их. А давайте географию. А давайте географию. Итак, наука, изучающая поверхность Земли с ее природными условиями, распределение на ней населения, экономических ресурсов, называется... География. Молодец. Скажи, что за вопрос-то география, да. Друзья, напомню, что сейчас нашу программу вы также можете смотреть в онлайн. www.ricotv.kyz Вы сможете в реальном времени смотреть эту передачу и, конечно же, приходить и участвовать в проекте «Энергия. Удачи». Еще небольшая пауза рекламная, потому что хочется объявить о том, что каждую неделю, если вы приобретаете в торговом доме «Энергия» что-то, вам дают лотерейный билет. Обязательно его сохраняйте, потому что каждый месяц в прямом эфире на странице instagram energy.oktube проходит розыгрыш призов. И каждую неделю сумма приза увеличивается. Берег у нас продолжает программу, реклама закончена. Поехали. Берег. Я не Берег. Я думал, канат. Канат. Хочется тебе канатом назвать. Анатомия. Анатомия. Прости, пожалуйста. Анатомия. Назовите фиброзно-мышечный орган, обеспечивающий ток крови по кровеносным сосудам. Сердце. Сердце. Да, канат. Канат-берег. Канат-берег, берег. Канат, давай. Снова музыку. Давайте музыку продолжим. Бежать куда бы ни будь, не вдоль до себя. Но ты не будь. Похоже чем-то на Дарью? Или я ошибаюсь, Танюш? Нет? Нюша. Нет, не Нюша. А что, на Нюшу похоже? Нет, она хорошо поет. Нюша рядом не стоит, честно. Спасибо. Я, видишь, засмучала ее, бедолагу. Итак, кто же это у нас? Это кто? Кто нажмет первый? Сабина, давай. Нет, не знаете? Это певица Сагдиана. И у нас переход хода, вот имя твое назвал, значит, и ты будешь выбирать. Потому что, ну, по правилам, Сабина у нас должна сейчас по-любому ответить верно. Давай, Сабиночка. Кино. Кино? Ну, давай. А у тебя есть любимый фильм? Нет. Нет, да? Я больше по сериалам. По сериалам? Да. Ты плачущий, да, такие сериалы? Он меня разлюбил, он меня бросил, он женат, да? А у него есть еще что-то. Посмотри, нет, ну вы-то уже все, закончили школу, можно на это говорить про любовь. Итак, как звали главного героя в фильме «Один дома»? Кевин? Кевин! Кевина нет, Кевина нет, Кевин есть, да. Кевин же? Да, правильно. Я фразу из фильма. Помните, когда родители собираются уезжать перед Рождеством и передают вещи? Говорят, Кевина нет, Кевина нет, Кевина нет. Вот это фраза из этого кинофильма «Один дома». Выбирайте берег. Берег Кеннад, Канад. Что же я думаю о береге? Все, не буду музыку выбирать, давайте космос. Давайте космос. Итак, как называется путь вращения планеты вокруг Солнца? Орбита? Да, совершенно верно, Канад, орбита. Ваш ход? Так, биология. Биология, вопрос по биологии. Что делает еж зимой? Спит. Может быть, ест? Нет, спит он. Конечно, спит, молодец, Канад. Ваш ход? Кино. Вопрос, связанный с темой кино. Итак, как зовут актера, сыгравшего роль капитана Джека Воробья? Джонни Депп. Джонни Депп, совершенно верно. Корее. Сабиночка, давай, подтягивайся к нам. Анатомия. Анатомия. Давай, Танюшка, задавай вопрос. Что может осипнуть у человека? Горло. Да, голос, совершенно верно. Ну, наверное, вы как человек, занимающийся вокалом. Голос может... Канад. Чего? Сейчас опять берегом назад. Выбирайте тему. География. Вопрос по географии, друзья мои. Чешеобразующее углубление на вершине вулкана. Жерло? Нет. Кратер. Молодец, кратер, да, верно. Давайте. Музыку снова. Музыку продолжим. Ну, давайте, послушаем музыку. Эта группа недавно была у нас в городе. Вот это сказка. Литный виноград, я не знаю преград. Я превращаюсь к нам. Это сколько? Ну да, меломаны, вам, наверное, включать что-нибудь другое, да? Ну уж, простите, правила одни для всех. Группа Бандерас прозвучала, друзья. На этой музыкальной ноте мы завершаем первый тур. У нас сейчас Танюша начинает считать, сколько и кто заработал денег в сегодняшнем эфире. Программа «Энергию дачи» 30 июля 2017 года. Друзья, напоминаем, что теперь вы нас сможете смотреть через социальные сети, в любом смартфоне, планшете и так далее. Достаточно зайти на сайт rikotv.kz и нажать кнопочку «Онлайн». Мы желаем вам онлайн настроения вместе с нами и всех благ этим летом. Встретимся через несколько секунд. В эфире «Энергию дачи» наши сегодняшние участники аплодируют сами себе, потому что надеюсь, что получили удовольствие. Ребят, ну, вопросы были сложные. Вопрос к вам теперь. Очень? Нет, серьезно. Или ты так просто в предвкушении Санкт-Петербурга? Через неделю уже будешь в Питере. Сложные вопросы? Нет. Нет? Сабин? Нет, я просто должна быть быстрее. Просто должна быть быстрее? Да. Ну, я думаю, что метро от тебя не уедет в Санкт-Петербург. Скорее всего. Там нужно быстрее в него прыгать, запрыгивать. Бери канат. Канат. Ты уж прости меня. Все, нормально. Нормально, да? Ну вот, итоги первой игры на сегодня, первого тура таковы. Канат, первый участник, зарабатывает 5500 тенге. Браво, Канат. Вторая участница, Сабина, зарабатывает 2500 тенге. Сабинка, я думал, ты вообще ничего не выиграла. И Дарья зарабатывает 4000 тенге. О, девчонки будут гулять. А вот Канату мы предлагаем увеличить сумму 5,5. Что ты постоянно язык показываешь? Привычка. Привычка? Давай эту привычку обрубай себе. Канату мы сейчас предложим увеличить его сумму до 10 тысяч. Но, если он неверно ответит на вопрос супер-игры, сумма вся сгорит. Из нашей студии он идет без ничего. Канат, готов ли ты увеличить 5500 и выиграть 10 тысяч? Но, я имею в виду, если неверно отвечаешь, ничего не получаешь. Давайте играем. Будем играть? Слушай, а не боишься? Боюсь. Боишься, да. А, девушки, а теперь я обращаюсь к вам, Дарья и Сабина. Выберите одну тему, по которой мы зададим вопрос. Внимание на экран. Все темы 6 у нас сохранились. География. Не подсказывай. Не подсказывай. Космос, анатомия, кино, музыка, аккаунтация, биология. Какую выбираете? Биология. Биология. Дарья, вы уверены? Дарья выбирает биологию. Что выбирает Сабина? Космос. Космос. Два варианта не совпадают. Таня, ты нейтральный человек, ты у нас менеджер торгового дома энергии. Пожалуйста, выбери либо биологию, либо космос. Биологию. Биологию. Все. Значит, биология. Итак, вопрос по биологии в Канат, пожалуйста, внимательнее. Самый крупный хищник в мире? Белый медведь. Ай, нет. Как нет? Это неверный ответ. Да. Почему ты так думаешь, что белый медведь? Ну, потому что самый большой. Самый большой? Ну, я думал, лев, но потом подумал. А ты думал, что лев, а... Белый медведь больше. Решил, что белый медведь. Просто знаю, слышал. Точно? Да. Девчонки, как вы думаете, белый медведь или нет? Берек, мы тебя поздравляем, Канат! Да ты Канат, я специально тебя запутал. Канат, мы поздравляем вас с выигрышем. 10 тысяч тенге сегодня достается вам. Девчонки, вам получать удовольствие на первом курсе от того, что вы будете делать. Ведь вы студентки уже полноценные. От сессии до сессии живут студенты весело, но не придерживайтесь. Не советую вам придерживаться этого правила. Главное, учитесь, и все будет хорошо. Счастливой вам дороги, как жизненная, так и в учебе. Спасибо вашим родителям за то, что сегодня такие участники у нас были в студии. Друзья, ну а мы с вами уже встретимся в августе 6-го числа. Вновь в проекте «Энергия и удача». Напомню, что смотреть нас в онлайн вы можете теперь всегда. Тройное www.ricotv.kz. И не забывайте о лотереях, которые вы можете получить в торговом доме «Энергия» и принять участие в конце каждого месяца, каждое воскресенье. Можете участвовать и получать подарки. Танюша, благодарю тебя за то, что сегодня провела со мной эфир. И увидимся ровно через одну неделю, в воскресенье, либо в онлайн, либо по телевизору. До встречи. Ак-Тубе «Энергия», Ак-Тубе «Патриотизм», Ак-Тубе «Порядок». Нам есть чем гордиться. Твоя «Энергия». Твоя «Энергия», Ак-Тубе «Энергия».